Самые важные биодобавки для сосудов. Меня зовут Лисенкова Ольга, здесь все о медицине и здоровье простым языком. Много всего нужно для здоровья сосудистой стенки, для ее прочности, эластичности, для нормальной проницаемости. Самые важные. Омега-3 положительно влияет на текучесть крови, обладает так называемым кроверазжижающим действием, может способствовать снижению избыточного уровня холестерина в крови. Кроме этого, крайне важен витамин С. Он напрямую влияет на плотность, прочность сосудистой стенки и на ее проницаемость. Очень важен коллаген, потому что коллаген это наша арматура. Кожа, кости, мышцы, хрящи и стенка сосудов это все коллаген. Когда у вас дефицит белка, страдает собственный коллаген, он может быть не очень качественный, крайне важно, чтобы он поступал извне. Поступающий извне коллаген работает как сигнальные молекулы, как регуляторные пептиды, которые стимулируют выработку собственного коллагена. Кроме того, поступающий извне коллаген способствует снижению активности металла протеиназ. Это ферменты, которые разрезают ваш собственный рудненький коллаген. Поэтому, принимая коллаген извне, вы помогаете сохранять хорошую прочность стенки сосудов, но не только сосудов. Также это положительно будет и для кожи, волос, ногтей, для костей, для хрящей, для мышц, для связок. То есть для всех структур, где есть коллаген. Что еще важно для хорошей текучести крови и для наших сосудов? Дегидрокверцитин. Мощный антиоксидантный эффект, положительно влияет на кровоток в самых мелких сосудах, в капиллярах, от которых зависит доставка питательных веществ в самые дальние уголки нашего организма. Дегидрокверцитин крайне важен. Его можно применять длительно, при условии, что вы не используете антикоагулянты. Поэтому самостоятельно принимать я бы не рекомендовала, только проконсультировавшись с врачом. Что портит стенку сосудов? Повышенный гомоцистеин, высоченный инсулин, высоченная глюкоза. Соответственно, для того, чтобы снизить риски нарушения сосудистой стенки, повреждения ее, нужно снижать гомоцистеин. Для этого прекрасно помогают витамины группы В. В первую очередь В9, В12 и В6, которые необходимы для нормальной работы фалатного цикла. Но все остальные В-шки тоже нужны. Но эти три самые важные. Альфа-липоевая кислота, она же тектовая кислота, способствует снижению уровня глюкозы в крови, помогает уменьшать инсулинорезистентность, соответственно, снижает риски повреждения сосудистой стенки. Часто назначается при диабете, при хроническом воспалении, при заболеваниях печени. Она крайне полезна для сохранения здоровья сосудов. Но имеются противопоказания. Нельзя людям с анемией, с малокровием, когда есть грубый железодефицит. Поэтому только по согласованию с врачом. Что еще нам понадобится для здоровья сосудов? Коэнзим Q10 имеет мощный антиоксидантный эффект, есть в каждой клетке. Кому он катастрофически необходим, это люди, которые много-много лет принимают статины. Как известно, статины, препараты для снижения холестерина, нарушают выработку коэнзима Q10. Из-за этого могут появляться выраженные мышечные боли по всему телу. Поэтому, если вы приняли решение лечиться статинами и делаете это много-много лет, не забудьте ежедневно принимать коэнзим Q10. Это немножко снизит вам побочку от такой тяжелой группы препаратов, как статины. Безусловно, можно длительное время перечислять огромное количество полезных веществ, которые необходимы для здоровья сосудов. Но все-таки многие из них являются лекарствами и требуют назначения врача. Поделитесь в комментариях, что для вас было новым интересным в этом ролике, какие биодобавки вы используете для поддержания здоровья собственных сосудов. А также напоминаю, что больше полезной информации в моем телеграм-канале доктор Лесенкова. Переходите по ссылке в описании.